В силу своей особенности, данная история не может быть подвергнута редактированию, так как в этом случае будет утеряна художественная целостность. В результате история содержит ненормативную лексику. Полтора года назад пропал без вести мой двоюродний брат. Честно признаться, это не стало шоком для нашей семьи. Как часто говорила моя мама, Ваня ведет неправильный образ жизни, но разумеется, его исчезновение никого не обрадовало. Почти в каждой семье есть в общем-то положительный человек, который выбрал не тот путь. Ваня один из таких. С самого детства он был головной болью своим родителям. Драки, побеги из дома, раннее знакомство с алкоголем. Удивительно, что к своим почти 30 годам он не оказался за решеткой. Впрочем, сейчас трудно сказать, хорошо ли это. Как минимум, в тюрьме человек находится под присмотром. А что с братом сейчас, не знает ни один городской инспектор. Полиция добросовестно и безуспешно пыталась отыскать Ваню. Спустя пару недель после его пропажи. Наша вина. Мы промедлили с заявлением. Так как его исчезновение было дело привычным. Брат мог долго не выходить на связь, находясь в очередном запое или работая вахтовым методом. Но он всегда объявлялся. И не только из любви к семье. Дело в том, что Ваня вечно нуждался в деньгах. Не в зависимости от его доходов. Однажды он нашабашил почти 100 тысяч рублей. Для нашего небольшого городка это приличные деньги. Для Вани колоссальное состояние. Каково же было мое удивление, когда спустя 3 дня он позвонил мне с просьбой одолжить 800 рублей. Совпадение или нет? Но наш последний разговор состоялся как раз на почве очередного займа. Причина была уважительной. Ване не хватало денег на билет до райцентра. Ване не хватало денег на билет до райцентра, где он должен был пройти собеседование на какую-то должность. Он и сам не знал на какую. Единственное, что он мне рассказал, трудиться придется на территории работодателя, а оплата охуенная. Вчера мне пришло письмо от бывшего однокурсника Стаса. Он предлагал мне подписаться на ряд блогов живого журнала. Я заядлый блогер и Стас это знает. В целом, рекомендации были ни о чем. В одном из блогов были только баяны, другой был посвящен русскому рэпу. Еще один модным течением. Но был блог, который меня очень заинтересовал. В нем безымянный автор рассказывал об участии в неком научном эксперименте. Пройдясь по нескольким записям, я понял, что анонимный автор, мой брат, манера записям, фирменные выражения, воспоминания. Все в этом чтиве дышало им. Я выложу его записи в группе, без изменений. Ссылку на записи я оставлю в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok